Вы в режиме докладчика, вам доступны к меню кнопки микрофон и проблемы со связью, да, у Ирины? Ладно, понятно. Кто-то хотел, может выступить, пожалуйста, поднимите в этом случае руку. А я хотел бы немножко прокомментировать, еще добавить, что ли, да, Алексея Эдуардовича. И, может быть, задать вопрос, вопрос более информированному человеку. Вот смотрите, сейчас я покажу, как бы, кое-что. Кстати, Алексей Эдуардович, вам тоже доступен показ рабочего стола, вот, и все такое прочее. Вот, если вы видите, это новость на нашем сервере, новость еще от 28 февраля. Опубликована статья была в «Известиях» о том, что Миноборнауки потратит на дистанционное обучение 5 миллиардов рублей. 5 миллиардов рублей. Значит, вот я, может быть, даже перейду сейчас на саму статью в «Известиях», да. Да, замминистра «Голодец», по научной деятельности Игорь Федюкин уже в отставку ушедший, да, говорят о том, что надо развивать образование за рубежом, в том числе и дистанционное образование. Какие-то приводятся, значит, суммы, деньги. Ну, во-первых, трудно понять. Такое впечатление, что большая часть денег уйдет на, так называемых, соотечественниках за рубежом. А кто такие соотечественники за рубежом? Те, которые имеют, как я понимаю, паспорт российский, помимо паспорта другого. Вот. И, ну, вот вряд ли мы с Алексеем Эдуардовичем наши вузы будут к этому иметь отношение. Вот. А во-вторых, я только вот газетную публикацию видел и никакой более официальной информации нигде не встречал. Может быть, кто-то, значит, поможет мне сказать, развивается этот проект. Кто-то получил из этих 5 миллиардов какую-то часть денег. И так далее. Что известно там о конкурсах и тому подобное. Сложно, я попробую немножко прокомментировать. Действительно, чуть-чуть касался этого вопроса. И тоже пытался выяснить, что за 5 миллиардов, на что они будут потрачены. И там рядом еще ментунили новость. По словам, были премиумы и ассистемы, где много наслушателей и так далее, и так далее, и так далее. Ну, во-первых, известно, это не официальный источник. То есть это пресса, которая тоже начинает ориентироваться на сенсацию. То есть они действительно слышали о том, что планируется выделение приличных денег на это направление. Но пока, насколько я знаю, официальных решений нет. То есть это премиумы и планы. Сколько понадобится денег на реализацию, если будет некая федеральная программа по экспорту образования, в том числе за границей, по развитию информатизации и так далее. То есть конкретно, насколько я знаю, еще и решений для этого принято. Некоторые журналисты связали вот эти статьи о 4 миллиардах с созданием электронного университета и уже предположили, что это будет официальный электронный университет, где наминали слушатели и истории, и реализованные, ну, набираются разные люди, а там были, или, 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 но реально, и общение с инициаторами этих проектах из агентства статистических и институт показало, что это, в общем-то, тоже, хотя и не в этом партизованной, но идея. В большей степени это будет дополнительно образование, поэтому правильно именно используют слушатели, а не студенты. Это включат журналистов, которые пишут в динамичке блата. Это будет слушатели. Это организация той самой образования на всю жизнь. Финансирование этого федерального университета электронного пока не, вообще даже не планировалось, обсуждается идея на том уровне, что это будет некая организационно-технологическая структура, даже без определенной платформы и упоминания даже с вами разнообразно. То есть те, кто будет участвовать в этом проекте, смогут использовать то, что им не будет. Кто-то подключится к ДИКС открытому, уже сейчас, по-моему, на открытии года, кто-то использует ИДИКС. Те, кто давно работают в МОДАЛ, в принципе, никто не мешает реализовать открытую пульсу на платформе МОДАЛ. То есть все инструменты и МОДАЛ есть. Наоборот, там нужно выключить лишнее, то, что не будет использоваться каких-то пульсов, чтобы они не загружали сервер. У меня есть такой вопрос про большую политику, сервер, конечно, загружится. Те, кто использует тот же самый ИДИКС, а я знаю, на многих лужах ИДИКС используется как дополнительный обучающий. Я прошу, вот, по-моему, там Иван Трокин говорила, у нас нет или каких-то открытых ресурсов, нет нормативной базы. Вот, к примеру, ИДИКС показывает, что у нас есть совершенно спокойно. У нас открытые ресурсы, достаточно недорогие курсы, плюс есть любая нормативная база. Шпирот заключается гонерой с авторами курсов, он каким-то образом финансирует, оплачивает. И все ресурсы выкладываются спокойно в открытый, бесплатный доступ. Все правильные вопросы для этого решены, трогаем с этим я. И, в общем-то, пометую о том, что, скажем так, устное, усменно решение оведения больших гибридов на антипроводский климата, я все-таки считаю, что нам нужно каким-то образом вот всему сообществу объединяться и через каких-то в количествах толкачей, типа, виси, наверное, тот самый фактель, выбирать, что федерально ценовею программу, то, в принципе, если кто-то слушает фамилию ростовцев, может быть, кто-то интересовался там всякими вопросами с диссертациями, сравнением, текстами и так далее, это автор той самой программы, фидер, московский. Вот он сказал, наука должна развиваться как Дангин и Этайдин. Вот здесь может быть действительно отчасти преминент какой-то лица. Дай денег, отойди и запусти самостоятельно право на те курсы, те ресурсы, которые задают. Вы же не те, которые будут пользоваться спросом. И ничего страшного, если какие-то деньги будут потрачены на то, что через там, полгода месяц отобрать. Вот, примерно так, что касается и тех денег. Но их еще, повторяю, они еще не выделены. То есть официально решение, которые уделены, вот это как нужно. Спасибо. Спасибо, коллеги. Ну, мы с Алексеем Дуровичем призвали бы вас к большей активности. Пожалуйста, в чате переговоры хорошо, хороши, конечно, но они имеют такой достаточно частный характер. Мне, например, трудно отслеживать, другим тоже, да и неудобно. Пожалуйста, поднимите руку, выходите в голосовой видеорежим. Так, вот, во-первых, где у нас Максим Юрьевич? Вот он. Я его обидел. Сделал. Сейчас, минуточку, коллеги. Минуточку. Значит, и Максим Юрьевич, я вас сделаю докладчиком вновь. Вот. И кто у нас поднял руку? Я не вижу. Так, вот Максим Юрьевич вышел. Пожалуйста. Мы вас видим, но не слышим. Теперь должно быть слышно. Да, так должно слышно. Так слышно. Слушаем. Если нормально, несколько слов я предоставляю медицинское образование. И с точки зрения Мауков, это, наверное, не самый удачный вариант, потому что наши знания специфичны. И когда у нас зашел разговор о том, что есть такие открытые курсы, и о том, что можно что-то подобное развивать и делать, первое, у меня есть сейчас... Меня слышно по-прежнему? Кивните, пожалуйста. Хорошо. Слышно. Все нормально. Первые же вопросы, которые у нас возникли у коллег. Они захотели получить дистанционно узкоспециализированные курсы, которые нужны, если на всю Россию взять, может быть, 30-50, может быть, 100 человек максимум. А с точки зрения медицины массовость это как раз терапевты, педиатры, участковые, тех, которых много. И вот именно для них, наверное, и нужно делать подобные курсы. Так вот, в нашей среде бесплатные дистанционные курсы, они являются просто результатом энтузиазма отдельных работников отдельных вузов. То есть сама по себе система не предполагает потребности в таком виде обучения. Я являюсь членом Координационного Совета Минздрава по непрерывному медо-фармообразованию. Недавно такой Координационный Совет был создан. И вот сейчас как раз идет обсуждение того момента, что для непрерывного образования нужно будет часть, определенную часть постдипломного обучения проходить дистанционно. Если это произойдет у нас и будет принято, то, соответственно, необходимость в таких дистанционных курсах появится. Скорее всего, они будут бесплатными, потому что все наше преподавание для бюджетной сферы бесплатно. И вот сейчас в чате здесь был разговор о том, где взять спонсоров. Спонсоров для медиков найти очень легко. Единственное, что мы как раз с этим моментом боремся, потому что тот, кто будет платить, он будет заказывать свою музыку. Это будет фарм-компания, и это вовсе не будет хорошо. И мы как раз... Это то, от чего мы уходим максимально. То, от чего мы уходим максимально. Я не знаю, есть ли такое физики и химии, но в медицине этого сколько угодно. Вот. Я хотел бы, если можно, пользуясь тем, что мне дали слово. Вот, например, у нас сейчас вопрос, который перед нами стоит... Мы хотим в отдельных областях, или, скажем так, в определенных одной, двух, трех областях, запустить курсы, подобные Мауковским. Но мы сейчас вот выбираем между двумя позициям. Первое мы создаваем на своем сервере нечто подобное, и купить для этого лицензию, посадить человека там и так далее. И второй вариант использовать уже развитой ресурс. Использовать ресурс международный, европейский, американский, или взять, наоборот, российский вариант. Вот перед нами сейчас вопрос вот отстоит, и на самом деле за лето мы его каким-то образом решим. И я больше бы хотел скорее спросить вот совета участников, как вы думаете, представьте, что мы не IT-вуз. То есть для нас информационщики это, ну, какие-то дополнительные люди, они не основные в вузе, их не так много. И у нас нет кафедры, для которых это было бы профильным. Как нам лучше поступить? Спасибо. Алексей Эдуардович, вы готовы ответить или мне сначала я начну, а потом вы добавите. Давайте. Да, если честно, я отмелся на час и не слушал, что это окончание вопроса. Вы просто все, кто тогда в курсе, но... Нет, давайте я начну. Давайте я начну. Выключите, пожалуйста. Отключу. Так, Алексей Эдуардович, да отнесу. Нет, я прошу прощения, тут у тебя одна и ремень, я сразу не располагаю. Максим Юрьевич, я попытаюсь ответить, хотя, может быть, Алексей бы ответил даже подробнее. Значит, если речь идет о дистанционном традиционном обучении, то есть обучении, за которое вы хотите получать деньги, плату и так далее, то, конечно, лучше делать свой сервер. Но кажется, что у вас другой случай, да? У вас действительно открытые курсы, в общем, бесплатные курсы. В этом случае, ну, в общем, можно выходить, наверное, даже, хотя опыта у меня нет, на ту же курсеру, которая активно сейчас ищет партнеров, кстати говоря, в том числе и в России, и готова выставлять русскоязычные курсы на своей платформе и так далее. Ну, это, наверное, будет сложнее, чем найти какую-то платформу в России, но... Есть такие платформы с бесплатным хостингом, хотя бы тот же интервью, хотя у них заточенность определенная есть. Может, кто-то из наших слушателей подскажет такого рода платформу в России или на Украине. Кстати, я хотел бы обратиться к нашим украинским...